Восвятая служба информации телера до компании Гомелю, в студии працуя Марина Джала, глядите у гэтым выпуску. До зимы готовы. Особливости работы в новом тепляльном сезоне обмерковали на посаджении облывы канкама. Желтый фосфор никому не на шкоде. У Гомеля прошли в учении по ликвидации на случайных ситуаций на Чигунцы. Десять годов на сцене Гомельские городские оркестры представили юбилейный концерт. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня принял шерах кадровых решений. У приватности керавник державы назначил Юрия Павловича Бондара министром культуры Республики Беларусь. Александр Миколаевич Карлюкевич назначенный министром информации Республики Беларусь. Сегодня делегация Гомельская в области начали со старшинью облывы канкама Владимиром Дворником выехала у Херсонскую в область Украины. Гомельшане примут уделу международным инвестиционным форуме «Таурийские горизонты. Содружность, инвестиции, экономичное развитие» у городе Новая Кахоука. У ходе форума плануется подписать шерах документов об супрацовництве. У их лику трехбаковый меморандум помеж Херсонской областной державной администрации у Гомельским облывы канкамам и аграрной компании «Нибулон» города Миколаева. Чекается так само подписание дылерского договора Гомсельмаша с Херсонским машинобудавничим заводом и заключение погоднения о поставках у наш регион плодогородненной продукции персиков, абрикосов, кавунов и дынь. Протягиваем выпуск. Республиканское громадское объединение «Беларусь» мая намер поширить сферу своей деятельности. Об этом ишла размова подчас круглого стола, и ки сегодня прошел в Гомеле. Як меркуется больше эффективно выкористовывать потенциал одной из самых массовых организаций краины, на корысть усяго громадства ведут наши корреспонденты. Громадское объединение «Беларусь» саправды – значная сила. Зараз у его родах каля 175 тысяч человек. От рабочих на предприемствах и наставников у школах до керунюков буйных заводов, академиков и депутатов национального сходу. Гэта не просто люди с членскими билетами организации. «Беларусь» не только принимает удел во усіх громадсказначных мероприемствах, але и сама часто выступает за инициативами. Разом с тем, у «Белой Руси» лишат необходим притягнуть до больше активного уделу у выражения вопросов, которые закрепляют интересы разных категорий населения и самих жихаров. Законодательно закреплены определенные моменты, дающие возможность общественным объединениям гражданам участвовать в принятии всех управленческих решений на стадии их обсуждения. Определен порядок обжалования этих решений, но еще недостаточно наработана правоприменительная практика. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы подумать, как нам привлечь активных, заинтересованных граждан в том, чтобы определять оптимальные пути развития своего маленького района, населенного пункта. Сегодня Беларусь рыхтуется до проведения третьего зъезда, який отбудется напраконцы наступного месяца. Гэту форум повинен вызначить новые накерунки деяностей объединения. У Совете организации кажут, что принятая 10 годов тому программа не стратила свою актуальность и сейчас, но есть необходимость унести певные коррективы. В первую очередь они будут тышаться экономические тематики. А маль 60% членов Белой Руси заняты в экономической сферы. Это великий ресурс, который необходимо использовать больше эффективно. До того, что объединение есть вопыт международного сопротивления с простовниками бизнеса. Это еще один плюс на корысть поширения задач организации. И международное сотрудничество, и работа по развитию кадрового ресурса на предприятиях и организациях, работа с молодежью, со студенчеством, которые придут на предприятие. То есть мы берем на себя тоже часть функции подготовки этих кадров, социализацию их именно кадров с точки зрения не просто специалистов, как ГТОЭТ ВУЗа, а именно руководителей. То есть социализируем их на предприятиях экономического сектора. Олег Сенсюров, Ольга Канавалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Замена тепла трасс, творение запасов мясцовых видов палева и модернизация обсталявания. На сегодняшнем посяжении облаканкама проанализована готовность предприемства и организации до работы в зимовый период. Со сделанными выводами ознайомился Олег Сенсюров. Для некого осень – час желтого листья и прыгажостя. Для некого – с провоздача в сделанной работе. До начала тепляного сезона застается, когда трех седнев, а тому необходимо подводить опошние выники. У речи, если есть мощности, ликвидовать некие дробные недопроцовки. Огученные недопроцовки, с оправдой, можно назвать малозначными. Во всяком случае, на начале тепляного сезона, серьезного вплыва и ныне окажут. Недея еще притягивается замена теплосеток. Недея не поспели высечить все древа, которые зимой могут пошкодить линию электропередач и покинуть без электроэнергии населенные пункты и сельскохоспадаршие объекты. У вогули варианты отключения с пожилцов у выника незначительных ситуаций так само продаглеживаются. У совести с чем, на Гомичине набыли еще некаких пересовных автономных генераторов. Значная увага перевода коммунальных котельных на местовые виды палева. Дым больше, что в якости опошних, можно выкористовывать не только дровы, а и брикеты за отходы у перепроцовки лену и солому. Как выник в агропромысловом комплексе, например, долю местовых видов палева довели уже до 86%. Основной потребитель – это у нас предприятие переработки, мясомолочная компания и большие птицефабрики. Там в основном используется печное бытовое топливо, жидкое топливо или зерно-топливомазут. На Гомельской птицефабрике на рассвете. Поэтому это неприкосновенный запас, он всегда есть на случай аварийных каких-то отключений. А основной, конечно, это местные виды топлива. Подрыхтовка до осенне-зимового периода справа комплексная. Отповедные работы ведутся одночасово больше, как по 50 на керунках. На шмат яких предприемствах для координации подрыхтовщих и профилактических мероприемств створили специальные оперативные группы. Рыхтуются усе. Дорожники обещают вывести при необходности больше 451 техники. Энергетики кажутся об капитальном ремонте свыше 400 километров электричных сеток. Коммунальники ремонтуют дороги и заменяют тепловые сетки. Протягивый час этой работы у спецпешечарговых не уходили, что привело не только до периодичных отключений вспоживцов, а и до садковых наших страт теплоэнергии по часу и транспортировки. Все зависит от того, в каком состоянии в первую очередь тепловые сети находятся. Это долгие годы, как говорят, в эту тему не очень много влаживали. Процесс идет. На сегодняшний день где-то порядка 53% от всех тепловых сетей, находящихся в жилищно-коммунальном хозяйстве, заменены на предизолированные трубы. Соответственно, это позволило снизить и потери тепловой энергии. И, соответственно, в Гомельской области этот процент составляет, грубо говоря, 10%. Олег Сенчаров, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Затекавить в супрацовнестві новых клиентов и рассказать иснуючим об ширине спектру своих послуг. Самый буйный в Беларуси филиал «Белмыц-сервис» у Гомельске сегодня проведение открытых дверей. Подробязности в наступном материале. Гэта склад агульного користания транспортно-логистичного центра або коммерцины. Есть еще мытный склад и часового захавания. Непосредо у этого находятся товары, которые не подлягают мытному оформлению. Разместить тут свою продукцию может любое предприемство. Звычайно, это больше тан, над чем подавать уластный склад. Партнеры, которые производят хранение своих товаров, так как им целесообразнее отдать данную функцию наутсорсинг, для того, чтобы сократить свои затраты. Сейчас это очень актуально, поэтому люди активно пользуются. По слугаме Белмыц-сервису корыстаются клиенты, прикладно, с 20 краин Европы и Азии, причем великий поток проходить минавито-празгомельский филиал. Гэта обумолена географичным положением наших регионов, якости транзитного, и размещением тут двух бойных пунктов пропуску. Появились новые клиенты, и если говорить о новых видах услуг, то можно, наверное, назвать это складская обработка, это маркировка контрольно-измерительными знаками меховых и кожаных изделий. Это перевалка грузов, которые идут из Евросоюза в страны евразийского общества, и то же самое в обратном направлении. Дни открытых дверей Белмыц-сервис проводит двойче на год. Важно своечасово рассказать клиентам об поширенне спектру послуг, в умовах серьезной конкуренции с боку других логистичных компаний. Усяго у Гумельской области працуют несколько компаний, которые оказывают логистичные послуги. Усе они – приватные. Одинная державная и самая бойная не только по площади, а и по своих махчимостях минавито Гумельский филиал Белмыц-сервису. В целом по Беларуси предприемство отримывает третью частку рынка этих послуг. Марина Джалая, Олеса Рудзянкова, Александр Харлампо, Утелерадиокампания «Гумель». Гумельские юристы пожилых грамадян завтра откажутся по телефоне. 29 вересня отбудутся правые линии. На их будут дежурить специалисты комитета по праце, занятости и социальной обороне Гумельского облыва «Канкама». Спектр пытаний, социальная поддержка ветеранов, маломайомостных грамадян и инвалидов, пенсийное законодавство. Худка и изладжена. У Гумеля работали взаимодействие служб в выпадке надзвычайной ситуации техногенного характера. Ученые прошли на территории Гумельского отделения белорусской чугунки. По легенде, подчас маневра взрыва зашла и перекулилась цистерна с желтым фосфором. Это трудная речева при контакте с поветром окисляется и легко загорается. На территории Беларуси надзвычайной ситуации с желтым фосфором не было. Однако теоретичная вероходность истнует. За год про территорию нашей краины по чугунце перевозить до 2000 тонн речева. Ликвидацией в учебной надзвычайной ситуации займались с опрационниками МНС, пожарного техника белорусской чугунки и других служб. Подушка спены, как потушить у сгорания, водная заслона, как спинить расповсюдживание трудных речевов и в закончении вельгодный песок, яким обовязково засыпают желтый фосфор после отушения. Прошедшие учения показали, что в принципе все службы сработали. Взаимодействие есть, есть маленькие неточности, которые требуются доработки, но для этого учения организуются и проводятся, чтобы в дальнейшем это исключить. Гомельские городские оркестры означали свое десятигодие. Паша с юбилейных концерта на сцене выступили коляста музыкантов и вокалистов. Ведущим вечера стал спевак и композитор Георгий Колдун подробностей у Ганны Ковалевой. ПОЮТ 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 Ведены до початку концерта, однако у сей гудельники уже на сцене. Заключная репетиция, опушняя зауваги и правки. Зусим худко артисты представят насуд слухачев досвид на запашины за десяти годы. Свой юбилейный день нарочения Гомельские городские оркестры проведут разом со спеваком и композитором Георгием Колдуном, который в этот вечер взял на себе роль не только выканавцы, а и ведущих концертной программы. Ее название «Выпадковый концерт» уже скажет про важную нагоду. Безусловно, десятилетия организации это большой праздник, это фактически первый юбилей такой круглый. И готовились, наверное, все десять лет организация готовилась, и оркестры готовились, и сезон открывается не зря с этого концерта, не случайный концерт, потому что на сцене будет находиться два коллектива одновременно. Это симфонический оркестр и духовой оркестр. Это изюминка, наверное, сегодняшней программы. То, что мы сегодня собираем полный зал, это показатель популярности и оркестровой музыки, популярности коллективов, бренда, организаций. Очень хочется, чтобы дальше это продолжалось. Мы попытаемся сделать так, чтобы все было интересно и красиво. И вот нареште гучать першие аккорды. В этот вечер на сцене собрались музыканты обо двух оркестров установки симфоничного и камерного духового. Яны выканали 17 творов самых розных музычных накерунков. Гучали, как вядуемые мелоды, так и премьерные. Например, твор «Джаз у ночи» был написан о маль 80-х годов тому, и по судности Миновита Йон открыл шлях белорусскому джазу. У першиню композицию выканал пешу в нашей краине державный джаз оркестр под кированием Эдди Рознера, который неколи працевал и в Гомеле. В этот вечер для гомельской публики знаковую композицию выканали в першиню. После Минска наш областный центр стал другим городом, где провучала легендарная мелодия. В уголе организаторы концерта постарались насытить программу творами, которые пришлись по душе слухачу любого взрослого. И это им однозначно удалось. Знаете, я считаю, что на сегодняшний день наша организация это огромная семья, дружная и очень сплоченная. Поэтому я желаю нам, чтобы мы продолжали в том же ключе работать, потому что я дорожу каждым сотрудникам и надеюсь на то, что в таком ключе, в таком ритме с такими же замечательными идеями мы продолжим работать и в этом сезоне, и в последующем. В этом концертном сезоне Гомельский городский оркестр пробятся новые проекты и, как сами кажут, море джаза. А кроме того, в листопаде отбудется одна из главных подей сезона – форум классичной музыки. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадо, компания «Гомель». Гэта и иншая новинная вы можете ознасти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomel.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова